Я вас приветствую, и да, я знаю, что вы ждёте третьего ужасающего, но у него цифровой релиз только в конце ноября. Поэтому и обзор получится сделать не раньше середины декабря. А до этого времени я хочу успеть сделать ещё парочку обзоров. Разве это плохо? Плохо только то, что в данном случае это будет фильм по популярности не уступающий школьному спектаклю, в котором я участвовал в восьмом классе. Ну вы же помните тот дикий хайп. Но в рамках серии фильмов, похожих на поворот не туда, он обязан быть упомянут. Также, подобно ситуации с Тысячелетним Жуком, это единственные фильмы некоего Джона Андерсона. Может быть они даже друзья с Кеннетом Краном. Ещё это можно воспринимать как продолжение кино-тревел-блога по фермам. Ну и наконец, тут снимается Крис Джеррика. А это своего рода актуалочка и затравочка. Итак, Ферма Альбина – это такой хрестоматийный клон поворота не туда, 2009 года выпуска. Про группу студентов, заехавших в американскую глубинку и столкнувшихся там с американскими глубинариями, основанной на легенде о студентах колледжа, отправившихся в горы Озарк, но так и не вернувшихся с фермы Спринглоу. К слову, Альбина переводится как Альбинос, то есть речь пойдёт о ферме альбиносов. А согласно одной из версий легенды, то была не ферма, а госпиталь, где проводились эксперименты над альбиносами. Мы приходим в ярость. Это факт. Короче, бэкграунд у фильма какой-никакой есть. Начинается же он с того, что два парнишки катаются на великах по улицам какого-то опустевшего городка. Но вскоре покатушки приводят их к жутковатого видоворотам посреди леса. Место сие, по всей видимости, пользуются дурной славой. Иначе тут не висела бы эта табличка – «Кондомнет». Поэтому малой сыт пролазить на ту сторону. Но кто сказал, что опасность только на той стороне? Начинаются вступительные титры. Ну или точнее продолжаются. И этот фильм как будто бы вообще не парит, что ему будут предъявлять за вторичность. К слову, судя по стилизации титров и названия, можно предположить, что на фильм было потрачено больше пары сотен баксов. А режиссер, как и Кеннет Кран, рассчитывал стать плюс-минус крутым чуваком в киноиндустрии. При этом по какой-то неведомой мне причине не существует версии фильма в нормальном качестве. Хотя на кинопоиске есть кадры в отличном разрешении. А вот и главные герои. Две девушки и два парня. Которые куда-то там едут, ведь у них какой-то там проект, заключающийся хэзэ в чём. И за рулём почему-то не допиндер. Наверное, потому что это не такси. Нет, управляет колесницей девушка. И одновременно сверяет дорогу с картой. Потому что эти два идиота снимают тревел-блок, который потом никаким монтажом не вытянешь. А штурман красит ногти на ногах. Как вдруг... Они чуть не сбивают мелкого, который то ли асфальт чистит, то ли хавчик добывает. Как пацан из оленьих рогов. С той лишь разницей, что это не ребёнок. Эй, пацан, ты чё делаешь? Что-то случилось. Бетти! Он зовёт на помощь. К счастью, им хватает ума не преследовать его, чтобы он поделился с ними вкуснятиной. Так же, как им хватает ума, когда они замечают, что колесо пробито, не идти пешком до ближайшей заправки, а доехать потихоньку до неё на машине. И может показаться странным наличие у них такого большого количества ума. Но в их случае это исчерпаемый ресурс. И потратили они уже много. К слову, запаски у них нет по уважительной причине. Когда мы загружались, мы оставили запаску. Для пива ещё место нужно было. Пиво нужно, по-любому нужно. В пиве твоя сила и мудрость. И вот они на заправке. Это странно, что я не могу найти этот район на карте. Добро пожаловать в ещё один эпизод Лох ТВ. Он выбрал язык фактов. На заправке же, как несложно догадаться, работает типичный для таких мест в таких фильмах заправщик. И уже даже как-то интересно, их такими принимают на работу после собеседования, или они такими становятся после долгих лет работы на таких заправках. Я бы посмотрел боёпик про заправщика из фильма ужасов. Ведь после просмотра огромного количества такого рода картин, по-настоящему загадочными начинают казаться именно заправщики. Я уже затрагивал тему заправок в фильмах ужасов в обзоре «Занозы». И если эта тема меня не отпустит, то, по всей видимости, придётся писать диссертацию. Но я отвлёкся. Слепой заправщик, да, в этот раз он ещё и слепой, начинает накидывать какой-то бред про грешников, праведников, конец дней и какую-то легенду, с которой лучше не связываться. Вот что я вам скажу. Разворачивайтесь и возвращайтесь туда, откуда вы приехали. Но ребята знать не знали ни про какую легенду. А теперь кровь из носа и из других мест во что бы то ни стало хотят узнать. Даже несмотря на предостережение жутковатого заправщика. Послушай, а что мы можем ещё о легенде узнать? Значит, ты не понял, да, пацан? Некоторые камни лучше не поднимать. У которого, к слову, находится подходящее колесо. Тем более, что легенда – это часть национальной истории. Ладно, правда это или нет, легенда – это часть национальной истории. Получается, это прекрасный материал для нашего отчёта. Поэтому они отправляются в богом забытый городок Шайло из начала фильма. По пути в который можно встретить вот такое напутствие. Не бойтесь того, что будете скоро страдать. Это что-то из разряда «Напытки». Также ребята замечают посреди поля какой-то шатёр, мимо которого Брайан не намерен проезжать. И вообще, Брайан относится к тому типу людей, с которыми лучше не ввязываться в такого рода авантюры. Похоже, это какой-то бродячий цирк. Бродячий цирк у тебя на заднем сидении. А я думаю, что это возможность нажраться и повеселиться. Кто со мной? Ну смотрите сами, а я соло. Ну а я о чём говорю. Видимо, он большой фанат чудаков. Подожди. Я знаю свою судьбу. Тусси. Короче, Брайан и Мелоди встречают возле шатра странного вида мужичка, на которого Брайан тут же начинает быковать, но конфликта удаётся избежать. Мужичок тоже накидывает про какую-то легенду и озвучивает то самое название. Вы наверняка говорите о ферме Альбайно. Вы только что сказали ферму Альбайно. Это как страшно прямо. Но тут же даёт заднюю и говорит, дескать, нет здесь ничего интересного. Наши же герои услышали достаточно. Теперь мы знаем, что нам нужно искать. И вот они в городе, выглядящем каким-то безлюдным. Как будто те два пацана были последними его жителями. Но на самом деле жизнь здесь ещё теплится. По улицам разъезжают гопники на крутой дачке. Что за место такое? Осторожней, козёл. Давай пойдём внутрь. А в местной кафешке при нулевой посадке работают сразу две официантки. Причём помимо того, что у молодой... Они огромные. Если вы понимаете, о чём он, так она ещё и трёхпалая. Ну вы поняли? Трёхпалая. Ну то есть она как ниндзя-черепашка. Возможно, у неё даже нунчаки есть. Брайан же, увидев эти пальцы, возбуждается даже больше, чем от вида её декольте. И своим следующим умозаключением доказывает, что его имя совершенно точно произошло не от слова Брейн. Говорю вам, в этом городке полно уродцев. Нужно попасть на эту ферму. Искать ночью в захолустном городке полном уродцев загадочную ферму... Почему бы и да? Это вы ещё не знаете, как я ночью искал на Першина кислотные ямы, куда бандиты скидывают трупы. Спойлер. Не нашёл. Но поебальничку пару раз получил. И вы не удивитесь, но они вдобавок разделяются. Эти двое идут в местную церквушку нарыть инфы, а эти собираются допросить совсем неподозрительного парнишку, стоящего ночью на безлюдной улице. Хотя если учесть, что... Это не карлик уродец. ...то всё максимально нормально. Поговори с ним. Поговори ты с ним. У тебя хорошо с детьми получается. Не стоит судить по себе, Брайан. Но поговорить с мальчиком не получится, потому что... У Абеля врождённая глоссия. Или по-гречески рождённый без языка. Впрочем, у него есть досточка, с помощью которой он сообщает им, что найти ферму им помогут те самые гопники. И Визаут Брейн подрывается к ним как Афоня, к ларьку с пивом после смены. Гопники же — это два молчаливых близнеца, скушавших что-то кислое, в предках у которых наверняка числятся эти нобелевские лауреаты, и которые в фильме значатся как... ...и... ...ну а третий — это... ...Крис Джеррика. Поплатый готов отвезти нашу парочку на ферму, если те выполнят два условия. — Двадцать пять долларов. Плюс ты ещё должна сиськи пацанам показать. — Что? Ни за что. И Брайан, недолго не думая, такой... — Да ладно, чё ты, это же всего лишь твои сиськи, кто их не видел? Подумаешь, двумя человеками больше, двумя меньше, а тут ещё и ради общего дела. Сейчас ты им покажешь сиськи, и они по ночи отвезут нас хрен знает куда, и всё будет зашибись. — Я знаю, к чему всё это приведёт. — Они нас куда-то отвезут, покажут что-то типа фермы. И это в самом лучшем при лучшем случае. — Нет, мисс, я обещаю вам. Вы не будете разочарованы. Двадцать баксов и фонарик, договорились. Парокам приедет. Мел, играй в команду. Не сумев сдержать этот натиск, Мелоди показывает сиськи, чтобы получить право покататься на машине с тремя подозрительными типами. Вот это я понимаю, поворот извилины не туда. И они отправляются в путь под прекрасную музыку, которая могла бы и потише играть. — Эй, музыка, выключи, помедленнее. Эй, я с вами разговариваю. Вы что, глухие? — Да. — Они оба глухие. Поэтому музыка так громко играет. Они слышат только вибрации. Ведь так, парни? Впрочем, громкая музыка в этих типичных деревенских покатушках не самая ужасная. — Вот так подбросила. И Мелоди, наверное, уже сто раз пожалела, что потратила на это сиськи. Тем не менее, до пункта назначения они доезжают. И даже получают два фонарика вместо одного. И молоток. И сделка сразу перестает выглядеть такой уж невыгодной. Этот гид заслуживает хорошего отзыва. Еще бы он не свалил, оставив эту парочку наедине с тайными загадочной фермы, куда те проникают, наплевав на возможные последствия. Ведь ферму может охранять слепая старушка с дробовиком. Или злая собака Баскервилей. Или Брайан, кого-то заметив, решит за ним побегать по ночному лесу и попадет в капкан. Ненавижу капканы в слэшерах даже больше, чем скидки в пятерочке по карточке, которой у меня никогда с собой нет. Тем временем, их друзья посещают местную церквушку, где милая старушка подозрительно, как и все в этом городке, говорит им, что нет тут никакой фермы Альбина. А теперь послушайте меня. Не знаю, что вы задумали, здесь ничего такого рядом нет. Идите нахуй! А сама идет в свою комнатушку, откуда долго не выходит. Поэтому ребята сами решают к ней заглянуть и замечают ее закормлением грудью какого-то пупса, похожего на того ублюдка из второго поворота не туда. Они обходятся без комплиментов мамаши относительно ее выродка и просто убегают, чтобы рассказать об увиденном друзьям, которые до сих пор не вернулись, по уважительной причине. А вот уехали они без уважительных причин. Зато там, как на посту, тусит тот мелкий, который знает, где их друзья и даже готов показать дорогу. И он показывает. После чего сваливает оттуда на велосипеде, который, видимо, там валялся еще со времен тех пацанов. Ну ничего себе. Думаешь, они там, Санч? Мы должны заходить. Мелоди слышит сигнал машины и бежит на него. После чего они вместе бегут помогать Брайану. Но его уже уволокли. Они слышат, что сработала сигналка. И возвращаются к машине, чтобы понять, что сигналка это единственное, что осталось рабочего в машине. Еще они понимают, что их друг в беде. И идут его выручать. Хотя Блонда максимально против этого. Пошел он. Что? Если бы не он, нас бы здесь не было. Пошел он в жопу. Я за миллион баксов не пойду туда. И я тут с ней тоже максимально солидарен. Но, как мы помним, Мелоди все же командный игрок. Брайан тем временем нашел новую подружку. Точнее, она его нашла. И исполняет ему приват. Ну как приват. За этим наблюдает данный дамский угодник, который в трусики входит без пропуска. Если вы понимаете, о чем я. Леха точно понимает. Ну это Куни Линбус. Дамочка, к слову, ничего такая. Горяча. И двигается хорошо. И... И фату бы ты лучше не подымала, дорогуша. Не подходи, ты отвратительно. Это не то, что она хотела бы услышать. Поэтому Брайана ждут стоматологические процедуры. Его же друзья зашли достаточно далеко. И нашли какую-то смотровую башню. Кучу брошенных машин. Куда же без них в клоне поворота не туда. И увешанное человеческими костями дерево. Что это за украшения такие? Нет, наверное, для того, чтобы просто отпугивать людей. Ага, тех, до которых на этапе ворот не дошло. На блондинку эффект устрашения срабатывает. И она убегает. Возле смотровой башни решает сама с собой обсудить план дальнейших действий. Нужно вернуться к джипу. По дороге вернуться в город. Всё будет нормально. Но обитатели фермы ей всё обламывают. В том числе руки и шею. Стейси и Допиндер продолжают поиски. Которые приводят их к тому стоматологическому сараю. Где Брайан не смог пережить потерю зубов. Я думаю, он мёртв. Теперь их осталось двое. А вокруг сарая мутанты устраивают факельное шествие. Разве что этот по привычке смачивает язычком щёлку. Кто-то из них начинает распускать руки. Но Допиндер нашёл топор. Сарай не проходит проверку на прочность. Какой-то мутант очень комично падает. Так и хочется подать ему руку со словами «Давай вставай, неуклюжий результат инцеста». Этим двоим удаётся убежать. По дороге они встречают Мелоди, зависающую на дереве. Так и хочется у них спросить «Как вам ёлочка?» Впрочем, им некогда любоваться ёлочкой. Они прячутся от преследователей за деревом. Но их находят. Они прячутся в траве. Но мутанты играют на низких настройках. И казалось бы, кому-то произвели летальную имплантацию булыжников череп. Но нет, оба студентика живы. Правда, теперь они буквально одно целое. Ведь их сшили вместе и оставили валяться в какой-то пещере. И тут стоит сказать, что фильм устроил довольно неплохие эмоциональные качели. Сначала он воспринимался скорее как комедия. А под конец начал наваливать жести. В том же повороте не туда изначально всё было на серьёзных щах. Ну да ладно. Сшитые руки не мешают ребятам двигаться. Поэтому они идут на свет и видят... Освободись. Освободи меня. Нет, они видят как мутанты готовят плов или что-то типа того. Блин, какой же он всё-таки классный. Его бы на почту устроить, марки на конверты клеить. А не вот это вот всё. Ребята же решают, что увидели достаточно. И хотят уйти. Но не тут-то было. Мы просто хотим уйти отсюда. Обещаю вам, мы просто пройдём и всё. Опять приходится бежать. Чтобы бежалось проще, они решают разорвать связь. Именно что разорвать. Потому что ножа у Допиндера в рюкзаке нет. Зато на какой-то хрен есть фаер. Который он отдаёт Стейси. А сам не разглядев в темноте дорогу, падает с обрыва. И теперь может только лежать и мычать. Санчи, ты в порядке? Не совсем. Здесь же стоят здоровенные баллоны с пропаном. Что это? Что это? Это газ. Пропан. Будем считать, что тут им и место. Открываем все. Но Стейси всё ещё надеется, что Допиндер сейчас ещё чуть-чуть полежит и встанет. Всё меняется, когда приходит эта красоточка. Начинается жёсткий девчачий махач. Девчонки по-другому не махаются. Особенно, когда одна сильно красивее другой. Поэтому дерутся они так и до тех пор, пока обе не станут два из десяти. Тем не менее, Стейси побеждает, а Допиндер зажигает фаер. И заканчивается всё, как в каком-нибудь боевике. Или в том же повороте не туда. Хотя это ещё не конец. Стейси приходит в тот шатёр, где проповедник Альбинос. А вся его паства тупо сбежала из цирка уродцев. Это, кстати, не я сделал, это спецэффекты в фильме. Вот ещё, ещё и ещё. Тут же сидят и гопники, и бабка, и официантка, и карлик с дороги, и мелкий. Поэтому на помощь рассчитывать не приходится. И Стейси решает преисполниться этими прекрасными людьми и этим удивительным местом. Как я преисполнился этим фильмом. Ведь для ярых поклонников поворота не туда и его клонов, это довольно неплохой образчик. Он попроще, подешевле, но тем не менее, не обделён контентом и плюс-минус обладает атмосферой загадочной глубинки. В общем, нет желания особо хаять или превозносить этот фильм. Он для редких любителей и ценителей, которые уже посмотрели все остальные фильмы данной категории. Пишите, кстати, в комментариях, знали ли вы о его существовании, и как он вам в целом, если вы его смотрели. У меня же на этом всё. Всем спасибо за внимание, и пока-пока. Ну, смотрите сами, а я Соло. Мы так не договаривались. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ